Меня брали сюда с травмой Ну и потом уже начал набирать постепенно ход Прошел год Пошло-поехал, получается Нужно зайти вверх, развиваться Сейчас ты чувствуешь, что ситуация изменилась? Вижу и знаю, что ситуация изменилась Здравствуйте, дорогие и уважаемые наши болельщики и телезрители Сегодня у нас в гостях лучший бомбардир тульского арсенала Евгений Луценко И вместе с ним мы сегодня подводим итоги сезона Жень, год и месяц прошел с того момента, как ты пришел в Арсенал Каким получился этот промежуток времени в твоей карьере? Да, всем здравствуйте Получился успешным Это в любом случае в каком-то плане в том, что я играю постоянно Если говорить за свое личное Меня брали сюда с травмой в команду Спасибо руководству, что поверили в меня Взяли, восстанавливался время Потом набрал форму, уже более-менее начал играть в свой футбол Что касается команды, то в любом случае То он получился, наверное, на 4 с минусом Потому что, как минимум, должны были тоже достижения Что и в том году Шестое место завоевывать Причем были планы Если не вот этот весенний отрезок В 5 матчей поражений, которые мы провалили Мы бы заняли свое шестое место Поговорить о твоей травме хочется Именно она же ведь не дала тебе, по сути, начать с места в карьер, можно сказать Потому что и сборы были так немножко смазаны И подготовка к Лиге Европы Да, это было... Все сборы были пропущены Была сделана повторная операция на сборах Вторая И провел около трех тренировок Четырех в Туле И сразу вышел на замену в Лиге Европы Был не подготовлен вообще к этому Но так как тренера выпустил Значит, считал, что я могу принести пользу Ну и потом уже начал набирать постепенно ход И матч Стамбул, наверное, тоже такой знаковый для тебя, да? Пошло-поехало, получается Ну, в любом случае Этот мяч принес победу команде И на выезде выиграли После вот такого обрыва в Лиге Европы Потому что эмоционально ребята были опустошены Они к этому шли, считая, весь тот сезон И было важно именно победить И хоть как-то немножко эмоционально поднять фон в команде Потому что после таких матчей обычно уходят надолго В безвыигрышную или там ничейную серию В этом сезоне Арсенал немножко так, ну, выражаясь там обычным языком Колбасит Потому что была серия и осенью не очень удачная Здесь вот вы как в коллективе пытались вернуться, так скажем На правильные направления Что касается весеннего отрезка вот этого То уже были, да, критические моменты в команде Вот, и на повышенных разговаривали Где-то собирались отдельно коллективом на базе поговорить Руководство с нами часто разговаривало, тренеры Ну, как показывает практика Эти разговоры привели к тому, что все только затягивалось наше поражение Потом приняли решение, что Черевченко уйдет с поста И был эмоциональный вот подъем какой-то у команды Как и всегда бывает Любого тренера, когда убирают, приходит другой Начинается у команды совсем другая жизнь Эти решения были неизбежны Потому что так должно, не должно продолжаться Пять поражений подряд Но вам перезагрузка пошла на пользу? Ну, по сути Конечно, и даже результат даже не игровой, а очковый Это показатель Вот из 12, возможно, взяли 9 Ведь это такой важный момент, где в конце сезона уже начинается совсем другая игра Где все бьются за очки сильнее Нам это очень сильно помогло И мы, считаю, достойно вылезли из этой тяжелой ситуации В которой, в принципе, не должны быть Понятно Весной мы сейчас видим, да, как все это происходило А осенью, что произошло с командой После поражения от ЦСКА Потом там было 7 матчей без побед Осенью поехали на выезд с Спартаком Вот как в футболе говорят нежданчики Где ждали очки дома, мы не брали Поехали на выезд и обыграли Спартак 1-0 После этого эмоции в команду пришли И провели хорошую осень Казалось, что перед этой игрой с Спартаком Арсеналу всегда чуть не хватает Где-то замкнуть мы не смогли в нескольких моментах Да, там, в матче равных команд Арсеналу за счет чего удается выигрывать именно у Гранда? Ну, первое, что приходит на ум Это то, что, когда мы играем с Грандами Мы все равно не играем первым номером Мы хорошо выбегаем в контратаке У нас быстрые игроки Когда мы садимся в оборону И большую часть матча можем обороняться То мы хорошо выбегаем в контратаке И реализовываем это А то, что касается, когда играем себе подобными командами Такими средними, которыми не борются за первое-второе место То тут уже идет совсем другое Мы начинаем мять под себя брать Контролируем его Ведем ход игры Не реализовываем момент А на контратаках мы попускаем мячи Сейчас себе подобных команд Наверное, штук девять А остальные пять посильнее Да, что есть первая пятерка Которая более-менее как-то выраженно оторвалась А остальные все два очка до зоны Два очка до еврозоны И непонятно Вообще, в целом, игры против Спартака, Локомотива, Краснодара На финише того года Они получились... Ну, понятно, есть те, которые мы выиграли Есть те, которые проиграли С Краснодаром и Зенитом матч обидно, наверное, было проигрывать? Ну, с Краснодаром я участвовал в игре А с Зенитом смотрел с трибуны С Краснодаром было точно обидно Потому что там не так, как вообще запланировало Все произошло А с Зенитом я смотрел уже с трибуны Но там все равно, чтобы такие матчи выигрывать, надо больше агрессии делать Потому что там не получится Зенита обыграть так На удачу или еще как-нибудь В таких матчах нужно больше прилагать усилия, чтобы выигрывать Даже дома Зенит С какими мыслями входили в чемпионат после весны? Все-таки непростая игра в Сочи И вообще календарь такой, ну, довольно-таки сложный был Ну, в тот момент там было то, что простой был Мы сколько-то три месяца Там уже без разницы было, какой календарь Быстрее бы вернуться на поле, играть Хотя бы простой обычной жизни вернуться То, что весна была... Я думал, что она пройдет легче для нас Я не думал, что будет такой отрезок у нас в пять матчей Я на это вообще никак не рассчитывал И думал, что мы пройдем ровно в весну, спокойно, без всякого мандража, без нервов Игра с Сочи получилась такой особенной, наверное, для тебя Во-первых, сделал дубль Во-вторых, такой гол забил на последних минутах Если вспоминать ту игру, пошел бы еще бы 10 раз так же в отбор? А там все очень просто было Передача шла уже безадресная, можно сказать И так как народу было много, ой, мало на стадионе И слышимость была хорошая И защитник Калугин, которого я хорошо знаю Сказал «ты-ты-ты» на вратаря А вратарь говорит «ты-ты-ты» И я знал, что уже что-то получится сейчас Потому что они не разобрались Друг на друга понадеялись Я шел до конца Хорошо, что первым касанием себе подработал нормально и пробил уже Эти три матча Оренбург, Рубин, Сочи Чувствовалось, что команда немножко тяжеловато входила во вторую часть сезона Так ли это? Сто процентов, потому что все как-то началось со сборов Вроде все нормально, благоприятно Сладывалось Сочи начали игру Там было видно, что нас простили в моментах И нам повезло в конце забить Уже были звоночки И потом такие провальные игры Дома проиграли, на выезде проиграли Пауза с пандемией Это уже были звоночки То, что уже что-то мы делаем неправильно Женя, а сейчас команда сильно изменилась? Очень сильно, я бы так сказал Потому что не в обиду никому Скажу, что на тех людей, на которых в начале сезона не рассчитывали Они сейчас делают и результаты, играют хорошо Я говорю про молодежь больше Которая воспользовалась своим шансом, который им предоставился Они тренировались весь этот год Ждали этого И вот пришел тот момент, когда они пригодились И не то, что пригодились, а можно сказать Выручили в тот момент, когда уже все было плохо Но в Екатеринбурге Пантелеев, Хлусевич Грают эту связку Эти ребята, даже до этого были тоже игры Они там на замену выходили Но видно было, что они жаждут играть И сейчас они на данный момент играют Считаются основными игроками Хотя два месяца назад это было даже невозможно себе представить Понятно, что не хочется раздавать кому-то там лишние авансы У тебя есть слева Лисовой, справа появляется Хлусевич Здесь нужно чуть больше времени, чтобы сыграться именно в этом составе Ну да, вот что касается Лисового Я год пришел назад в команду И когда пришел, я видел в нем большой потенциал Но с ним общаюсь, разговаривал с ним Нужно доводить либо до передачи, либо до удара свои все активные действия Прошел год Сейчас я четко понимаю, четко знаю, что он будет делать Когда он бьет, когда отдает передачу И сейчас у него даже КПД стало намного выше, чем было раньше Он всегда был раньше на мяче А как бы результата командного мало было А сейчас он делает передачи Третий пас у него хороший Вскрывает фланги, обыгрывает Что касается Хлусевича, он немного другого типа Но если, как показывает практика, ему доверять Он будет играть, у него все есть для этого Ну теперь очень хорошо Лисовой остается Еще на год И теперь подносчик снарядов продолжает оставаться в команде Да, это сто процентов Тут даже не про аванса идет речь Здесь на самом деле факт, что Лисовой Это один из лидеров вообще Именно по футбольным моментам Это наш лидер, можно сказать Без которого атаки в корне бы даже не развивались Где он уходит, обыгрывает людей Все атаки, можно сказать, идут через него Так что это очень важный игрок для нас Мы после вылета из Лиги Европы получили очень много негатива И от средств массовой информации, и от болельщиков тоже Причем от сторонних даже, в большей степени болельщиков Отвечая на вопрос им, зачем нужна Лига Европы Арсеналу? Считаю глупый очень вопрос, если так люди спрашивают Зачем нужна сценария Лиги Европы? Затем, чтобы сыграть в квалификацию, выйти в группу И чтобы все знали об этом городе, об этой команде Тем более все это возможно, все это реально Просто в тот момент, когда мы туда попали Как минимум были не готовы к этому Ушли все атакующие игроки И команда была просто, можно сказать, собрана по частям Да, была ползащита, да, защита Но главное то, что движило команды в том сезоне Это атаку, все поменяли, трех игроков самых важных Пришли мы, которые не сыграны И не все в своих лучших кондициях Нужна Лига Европы? Я думаю, я ответил на этот вопрос Для чего команда? В чем секрет? Как забивать в каждом матче весны? Вернее, не весны, а лето даже уже Особо секрета нет Это все зависит, во-первых, от внутри Вот то, что команда творится И от партнеров многое зависит То, что они обостряются Тот футбол, который очень важен центру форварда Он здесь есть в Туле Это доказывали не только я И до меня нападающие приходили, доказывали Здесь много есть фланговых передач Много прострелов Много играют нападающего центрального Брать другие клубы Там у меня были Я сталкивался с футбольными проблемами Здесь я с ними не сталкиваюсь Ну, вот кажется, ты когда рассказываешь об этом Ты как-то немножко себя как-то умоляешь Свои действия Ведь форварду такого плана, как ты, довольно-таки сложно Потому что это постоянная борьба Постоянно надо искать зоны Вот здесь ты за счет чего прибавил, как на твой взгляд? Или за счет все-таки внутренней атмосферы Вот этого игры, именно футбольной Учитывая свой опыт Я все равно уже знаю, как примениться К той или иной атаке И даже к тому или иному игроку Потому что я уже понимаю, кто что будет делать И плюс все равно я могу отметить Эту удачу Мяч летит мне в голову Мяч летит в ту зону, куда я бегу, например Бывают какие-то удачные моменты В единоборствах Эту удачу тоже многое делает Приятно было установить рекорд в 9 мячей головой? Ну, все равно, в любом случае Это же первый человек, который это сделал Да, мне Андрей Хагуш сказал на базе Ты знаешь, что ты рекорд побил? Я, конечно, об нем не знал Мне сказали Да, и самое интересное Почему-то для себя поставил цель Забить 10 мяч головой в следующей игре Именно головой 10 за сезон Это, считай, вот это круглая дата Ну и при этом, при всем В арсенале, в премьер-лиге Еще никто не отметился хитриком И у тебя есть еще матч впереди, где можно это сделать Хочется догнать Дзюбу? Там не только Дзюбу, получается Там и Азмуна уже надо догонять Выйду на Суфой, как последний раз Буду все делать для того, чтобы забивать Вообще, в целом, тебе наверняка было летом обидно Вроде забиваешь, а очков нет А вот здесь, как себя психологически может быть Именно вот, ну там, не команду, да? Именно себя как-то поднять Ну, когда пропитываешься полностью уже командой Тут на эти голы уже, правда, не обращаешь внимания Когда они не приносят результаты Но в любом случае, для нападающего это плюс То, что уверенность в любой другой игре Есть уверенность, есть кураж Ты можешь принести очки Вот это только на следующую игру Откладывается то, что ты уже более заряжен на результаты И знаешь, что ты можешь реализовать Даже обычный момент, который не приносит какой-то остроты Ты можешь где-то на себя взять и реализовать его И очки принести Понятное дело, что сейчас, когда есть результат И у тебя все получается, дай бог и будет дальше получаться Возникают разговоры про сборную Тебе приятно это слышать И насколько ты сам, как думаешь, у тебя шансы попасть в состав Черчесова? Так-то я не думал, потому что если будет вызов Я одно для себя решил, что мне будет вообще без разницы с кем играть И против кого конкурировать Я уже взрослый человек Я если туда приеду, то мне будет без разницы против кого выходить Против чего я просто буду одевать щитки, бутсы и выходить В чем секрет Арсенала, что здесь год за годом прогрессируют Футболисты раскрываются, молодые, опытные футболисты получают, как говорят, вторую молодость Как на твой взгляд, вот изнутри Считаю то, что здесь раскрепощены футболисты Здесь при всем уважении к Арсеналу На данный момент нет такого сильного давления на результат Здесь руководство говорит, нужно выигрывать Нужно зайти вверх, развиваться И здесь может быть в командном пока Но тоже большой успех тот сезон Лигы Европы А игроки лично сами для себя раскрепощены Прогрессируют здесь Здесь все условия созданы для этого И здесь всегда будут игроки расти, потому что клуб живой Он всегда только растет Да, бывают тяжелые моменты, но, как показывает практика, с ними справляется И от этого результат, что здесь будут футболисты 100% расти Сказал о том, что много разговаривает и общается с вами руководство Поддержка такая, Гурам Захарыча, Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора Она, наверное, тоже лишний раз как-то подводит к тому, что нужно биться за клуб, за город, за команду, за болельщиков Гурам Захарович часто приезжает к нам на базу Разговаривает с нами Можно сказать и не о футбольных вещах, потому что все вместе связано Помню тот хороший момент, когда у нас была яма осенняя И перед Спартаком он нас собрал И просто говорит, вы можете раскрепоститься, просто играть в футбол Мы думали, что собрание будет проходить более в тяжелой форме А он, наоборот, приехал и поддержал нас в этот тяжелый момент Мы вышли и добились положительного результата Это запоминающий момент Ну и ты вообще отмечал, да, то, что когда руководство, так скажем, идет в ногу с футболистами, с командой То это гораздо выше шансы чего-то выиграть или добиться положительных результатов Конечно, когда команда, это же все вместе, это и персонал, и футболист, и руководство А когда команда тренируется, а руководство, ну, может быть, свои цели преследует или еще что-то Ну, конечно, это не будет результата Тем более у нас такие люди все, которые из футбола Они все понимают, что если футболист с руководством не будут вместе, то ничего хорошего не получится Что тебя удивило в арсенале, вот, в плане жизни, в плане, там, людей, отношения? Люди обычные, доброжелательные, такого ничего не замечал В плане команды, то, что, наверное, когда пришел в команду, более здесь юмор, наверное, приветствуется, чем я был в «Динамо» до этого Именно, которая здесь команда Ну, зависит все от коллектива, конечно, здесь ребята с юмором И то, что на тренировках здесь может со стороны показаться, что какое-то беспредел идет А на самом деле все в работе просто с юмором Относительно твоих увлечений рыбалкой И ты сейчас ездишь много по Тульской области Как тебе Тульская область? Красоты? Ну и вообще рыбалка в Тульской области, что это? Да все то же самое, как и везде Вот в основном на УПУ ездим по Калужскому шоссе Рыбачим также, с местными общаемся Нравится, что все зелено здесь Потому что я играл в Саранске Там нет такой зелени, таких деревьев, возвышенностей даже Красота, как и везде, она Ты ездишь, опять же, на рыбалке, да? Общаешься с людьми Какие вот эти вот люди? Они, как и я ожидал, открытые Общительные Много интересуются, откуда приехали Зачем приехали? Потому что это их места все видно Где они уже не в одном поколении рыбачат Ты занимаешь, когда их не в место Они, конечно, интересуются, спрашивают Ну так, нормально, общительный Никто нас никогда не прогнал Наоборот, нам помогали, говорили Где можно лучше порыбачить Может, обманывали, но специально, чтобы мы ушли с их места Относительно болельщиков тоже А ведь, когда ты пришел, да, не так все гладко было в их отношении к тебе Сейчас ты чувствуешь, что ситуация изменилась? Знаете, я не то, что чувствую Я это вижу и знаю, что ситуация изменилась По отношению к себе, если честно, я уже не обращаю на это внимание Меня всегда где-то сначала они воспринимали А потом выходило так, что я всегда был в обойме и играл в команде И Тула не исключение Я чувствовал то, что есть И не то, что недоверие, а есть какое-то Что могло быть лучше Хотели, думали так, что раньше здесь было так Вот сейчас пришел другой игрок Сейчас прошел год, я так же, как он, настроение приходил сюда Так же сижу и даже не нервничаю Потому что это спорт Всегда нужно доказывать, переворачивать ситуацию А то, что люди к тебе сначала относятся с осторожностью А потом тебе доверяют, это вдвойне радует Какие сам цель, задачи на новый сезон уже ставишь? Потому что есть определенная планка Забитые мячи, ее теперь нужно соответствовать Ей теперь нужно соответствовать Ну, хотелось бы как минимум, чтобы это была норма Сколько осталось мне играть, буду до последнего Идти к этому И самое главное, не только Все, чтобы основывалось на борьбе Еще что-нибудь Получать удовольствие от футбола От партнеров, которые с тобой играют Может быть учиться у них Где-то самому кого-то научить Жить футболом Кантемир Берхамов Вот ты заговорил про юмор Кантемир Берхамов в свое время говорил Что нужно кайфовать Получать удовольствие От игры, от жизни В том городе, где ты находишься Ты сейчас кайфуешь? Да Ну, и всех интересует вопрос Евгений Луценко Еще год контракта Хочется остаться в Туле? Ну, на данный момент у меня, как и всегда Думал Какой есть у тебя сейчас договор с командой Его нужно как минимум Это отработать до последнего дня И как бы Как договаривались Второе, уже будущее Конечно, хотелось бы Во-первых, и остаться Не только в арсенале Вообще в футболе Потому что Не так много осталось играть Там года три Для меня там четыре То хочется как можно больше Вот уделить Чтобы тебя запомнили Как минимум Как хорошего игрока Что бы хотел сказать болельщикам По итогам этого сезона? Болельщикам в любом случае Хочу сказать спасибо За то, что Они были настоящими Когда было хорошо Они говорили хорошо Нас поддерживали Сколько могли Когда у них Пришел тот уже период Когда они нам высказали Своё недовольство Это было правильно Нормально Мы это восприняли Я думаю Отреагировали нормально И в последних играх Показали Что мы неравнодушны Ко всему этому И вылезли из ситуации И будем идти дальше Лучше не скажешь Спасибо большое У нас сегодня в гостях Был Евгений Луценко Жень Тебе Как можно больше Забитых мячей Больше матчей за Арсенал Ну и всем нам Титулов побед И хорошего настроения Спасибо, Жень Спасибо